Знаете, в России есть бедствия пострашнее, чем ковид, и эти бедствия повечнее, чем ковид. Другое дело, что они, конечно, не такие загадочные. В России все бедствия очень просты, с очень простыми корнями, с простым происхождением, с жутко и мерзко предсказуемым будущим. А что касается ковида, то я всегда забавляюсь на вот этих аналитиков, которые называют себя медиками или учеными, которые говорят, нет, знаете, вот ковид это что-то, что в ближайшем будущем станет уже разновидностью простудки, гриппа, сезонного заболевания, и вообще это фигня, которая куда-то уйдет. Но это примерно точно так же, как люди 15 века надеялись бы, что проказа со временем превратится в обычные веснушки, а бубонная чума станет просто безобидными прыщиками. Нет, надо понимать, что различие между злодействующим ныне на земле и повелевающим, по сути дела, всеми процессами коронавирусом и сезонными заболеваниями огромное. И поразительную неосведомленность и нежелание знать о том, что это такое, проявляют почти все. При том, что я не являюсь вот ковидо-фреником, который изо всех сил таится от реальности, таится от живого воздуха, таится от людей. Нет, я просто отдаю себе отчет о том, что это такое. И отдаю себе отчет благодаря тому, что я очень внимателен. И, в частности, слежу за всеми новостями. Когда-то я говорил, что есть один единственный человек в мире, который имеет право на эту тему авторитетно рассуждать. Это Дэвид Балтимор, потому что это единственный человек, у которого именно за исследование такого типа, скажем так, угроз такого типа, есть Нобелевская премия. И, как вы знаете, совсем недавно Балтимор прорезался. Он подвел итог исследованиям Массачусетского университета. Там сильная, хорошая группа, там бездна компьютеров, бездна железа, бездна аппаратуры. И они выяснили вдруг такую трагическую подробность, что, оказывается, эта сволочь, непосредственно тот коронавирус, которому мы обязаны ковидом, пробрался в геном, пробрался в ДНК человека, которые болели этим. И у этого есть абсолютно проверяемые и повторяемые доказательства, полученные, правда, то, что называется инвитро, только на стекле. Но они от этого становятся не менее ценными. И вот это уже переводит ковидный вирус в совершенно другую весовую категорию. Ань, вот вы можете себе представить человека, который пришел в ресторан, в обалденный лучший макаронный ресторан, где есть все сорта макарон мыслимые и благоухающие, с маслами, с соусами, черт знает с чем. Вот он входит в этот ресторан, бросается в сортир и начинает там жрать туалетную бумагу, пройдя мимо всех этих гастрономических чудес. Представляете себе такого? Ну, я вот, вы сейчас так описали, я себе представила, да. Ну, вот примерно так же ведет себя и вирус. Потому что, имея колоссальную поживу в виде плоти, в виде клеток любого типа, в виде возможности пировати наслаждаться вкусом человеческой плоти, размножаться в этих клетках, вирус не всегда подтыкивает себе салфетку, раскладывает приборы и начинает чинно есть. Часть вируса направляется туда, где находится нечто абсолютно несъедобное, то есть непосредственно в геном, в нашу ДНК. Что этой сволочи там надо, чем она там собирается заниматься, на этот вопрос никто, включая Балтимора, естественно, ответить не может. И это непонятно. Но это огромная загадка, потому что, уверяю вас, что и аденин, и тимин, и гуанин, и цитозин – это вещи предельно невкусные. И что поживиться в нашей дезоксирибонуклеиновой кислоте, в общем-то, пока ни одному вменяемому вирусу в голову не приходило. В глубокой древности, да, это бывало, потому что вот все онкогены, которые мы сейчас имеем в геноме, это как раз следы древних вирусов, которые неким образом пробрались, закрепились и теперь обеспечивают, скажем так, вот этот порог рода человеческого, который называется онкологией. Что принесет в себе коронавирус, который способен пробраться в ДНК, пока непонятно. Это все, по счастью, абсолютно не мои домыслы. Это предельно серьезное исследование, с которым можно ознакомиться как на страничке Балтимора, так и на сайте Массачусетуса. Массачусетуса. Александр Григорьевич, ряд наивных вопросов, надеюсь, что совпадающих с интересами наших зрителей. Я, как бы сказать, я, когда слышу слово «сочетание Нобелевская премия», у меня нет больше вопросов. Тем не менее, я не могла не заметить, что по поводу этой публикации, по поводу этой гипотезы Балтимора разразилась большая дискуссия. Есть ряд исследователей, которые с этим не согласны, называют это не очень правдоподобным. Есть ряд исследователей, которые говорят, что вероятность, что там что-то пойдет совсем нехорошо, невероятно мала. Я на это смотрю, понимаете, как дикарь дикарем. Соответственно, я хочу вас спросить, понятно, что вы считаете, что это правдоподобно. Правдоподобно, все-таки сценарий какого-то нехорошего развития совсем, это какие шансы, какие вероятности с вашей точки? Ну, во-первых, по поводу оппонентов Балтимора. Да и хрен с ним, пусть говорят все, что хотят, кто они такие. Если это просто очередная доцинская порсель, которая на протяжении 30 лет мыла пробирки, а теперь вдруг решила поговорить на тему, в которой она плохо понимает, то, поверьте, на них просто можно не обращать внимания. Потому что ученые – это тот, у кого есть Нобелевская премия. Все остальные только хотят быть учеными. И, разумеется, когда мы выбираем между двумя мнениями, мы выбираем мнение, скажем так, более серьезное, более обоснованное. Мне вот, например, очень хорошо. Я не ученый, никакого отношения к науке не имею, я грабитель. Я граблю науку, потому что понимаю, что наука добывает очень важные для меня вещи. Но для того, чтобы ее ограбить, к ней не надо принадлежать. Это такое грабительство, пиратство. И, как всякий грабитель и пират, я заинтересован не подцепить случайно фальшивых монет. А то совсем глупо врываться, стрелять, понимаешь, из кремниевых пистолетов сверкать шпагами, а потом набить себе карманы фальшивыми монетами. Вот когда я вижу вердикт, вынесенный Нобелевским комитетом, я понимаю, что это всего-навсего проба на монетах. Что здесь я точно не получу фальшивые монеты. Все остальные, скажем так, научные сотрудники, научные работники, они вполне могут чеканить и фальшивую монету. Чем это чревато, абсолютно непонятно, потому что вряд ли этот вирус решил забраться к нам в нашу правозакрученную двухвитковую спираль ДНК с тем, чтобы просто совершать увлекательное аттракционирование, катаясь по этой спирали. Вероятно, у него там есть какое-то дело. И что именно он привнесет, какие коррективы, ведь это же не просто вирус, это вирус со своим геномом. Это вирус, у которого, в отличие от нас с вами и любых, даже, скажем так, любых многоклеточных, даже не очень развитых организмов, все-таки чуть-чуть иное вот эти вот кольцевые молекулы, они другие, да, они называются плазмиды. И в этом есть существенная разница. Он туда нагрянул. Это произошло. Мы имеем тома, километры научных работ, серьезных, лабораторных, простых работ, которые не претендуют на оценки Балтимора и не делают никаких выводов. Потому что вообще делать выводы – это не дело ученых. Их дело – добыть руду в своих научных шахтах, подать на поверхность тем, кто умеет формулировать и умеет делать из этого серьезные выводы. То есть, грубо говоря, они рудокопы, которые должны мне отдать руду, а я уже буду думать, какие брошки или персни из этой руды выплавлять и вычеканивать. И на данный момент мы имеем, тем не менее, все равно очень много добросовестных, не претендующих на выводы трудов о том, как именно вирусы в древности соединялись с геномом человека, какие оставлялись следы, какими болезнями и особенностями организма мы обязаны влиянию этих древних вирусов. И вот здесь мы видим, что вот эта сволочь, которая нагрянула, вот прямо сейчас мы имеем эту картину поразительную, что она, конечно, она совершенно другой природы и надеяться на то, что она станет сезонным заболеванием, нет. Вот на это точно надеяться не надо. Из этого надо делать вывод, что это гораздо более опасная и гораздо более влиятельная и гораздо более неведомая штука. И только сейчас начинаются какие-то первые выводы. Только сейчас люди и медицинский мир на основе клинических наблюдений и ученые, скажем так, класса Балтимора, включая его самого, начинают делать какие-то выводы. То есть никакого оптимизма, ребят, вот ни малейшего думать, что он будет в 21 году милосерднее, чем в 20, да нет, я думаю. Он изумительно мутирует, он изумительно приспосабливается и он зачем-то еще полез в геном. Вакцинация нас не спасет, потому что мы уже не успели. Нет, не потому что мы не успели, потому что он проворнее, потому что он проворнее, он гораздо лучше приспособлен. Это мы называем вирусы паразитами с высоты своей собственной глупости. На самом деле, что такое вирус? Это необыкновенно удачная, успешная, великолепная форма жизни, которая в состоянии пережить любых млекопитающих, любых ящеров, любых динозавров, кого угодно, птиц и насекомых. Это очень успешный вид, который, в принципе, считает эту планету своей отчиной. И отчасти это делает справедливо, потому что если основываться на, скажем так, категориях исторической справедливости, то это мы захватили его родные просторы. И он, в принципе, имеет право использовать нас в качестве добычи. Я думаю, что вакцины ничего не решат, потому что слишком большой спектр штаммов уже наметился. Слишком быстры и радикальные мутации этой твари. То есть можно для собственного успокоения поделать вакцину. Но, с моей точки зрения, они больше вредят, чем помогают. Почему? Потому что отвакцинированные люди делают вот так, думают, что все, вопрос закрыт. Они неуязвимы, они высшие касты. Они, в отличие от всего этого невакцинированного быдла, они совершенно вне этой ковидной игры. И наступает момент расслабления, когда заболевание повторяется. Поэтому я больше вижу вреда, чем польза. Почему все-таки в ряде других случаев с другими вирусами вакцинация работает? И мы как-то так благополучно вот там от чего-то вакцинируемся и как-то более-менее живем. Это понятно, что он специально хитрый, специально подлый и сложнее многих других. Но, тем не менее, все-таки мы знаем примеры, когда это решение проблемы. Нет, есть. Мы научились лечить лепру, мы научились лечить холеру, мы научились лечить те болезни, которые казались совершенно неизлечимыми и смертельными. Возможно, я же говорю, я в данном случае просто награбил очень хорошие промы монет, и ими тут перед вами звеню. Я не занимаюсь наукой, я не пытаюсь вносить что-то свое в какие-то научные знания, постулаты, догматы. Я всего-навсего оперирую тем, что мне понятно, и тем, что находится в общем доступе. Понятно, что эта разновидность болезни более хитрая, более серьезная и, возможно, более успешная. Поэтому надеяться на то, что так произойдет все. Ну, кстати говоря, да, Анечка, не забывай, что прежде чем понять, как справляться с лепрой, прошло почти полторы тысячи лет. Да-да. Я умею поднять настроение, согласись.